Завтра снова в лес пойдем за грибами. Усталось три дёрка максимум. Ну пойдём. Но ягодки, грибы посмотрим. Анастасия Грачёва за грибами и ягодой с бабушкой ходит каждый день. В лесу женщины проводят по несколько часов. Признаются заблудиться, не боятся свои маршруты, помнят хорошо. Несмотря на то, что тайга каждый год меняется. Эти жительницы Емельяновского района придерживаются своих правил поведения в лесу. Им они не изменяют, поэтому, говорят, никогда ещё и не блуждали. Самое главное не уходить туда, куда ты не знаешь. Это самое главное, это самый первый признак. И запоминать то место, откуда ты пришёл. Вообще дорогу помнить нужно обязательно, чтобы не заблудиться. И всегда прислушиваться к звукам в лесу, потому что это слышимо очень хорошее. Но, к сожалению, не все придерживаются подобных правил безопасности. Спасатели говорят, люди в тайге часто теряют ориентир. Заходят слишком далеко и могут потеряться. На поиски дикоросов отправляются как и опытные грибники, так и любители. Но многие сходят с маршрута, потому что слишком увлекаются процессом. Поэтому перед походом в лес возьмите с собой телефон, который зарядили. Включите навигатор. Но если нет смартфона, оставляйте вот такие знаки. По ним сможете потом выбраться. Но если вы всё-таки заблудились в тайге и у вас ловит связь, наберите сразу экстрен номер 112. Дежурный оператор передаст вашу информацию специалистам. Поиски начнутся сразу. Спасатели говорят, в такой ситуации лучше не паниковать и оставаться на месте. Развести костёр и ждать помощи. Гражданин, который идёт в лес, он чётко должен понимать, куда он идёт. Где местность эта находится. Какие могут быть рядом какие-то, ну будем так, природные ориентиры. Природными ориентирами могут служить реки, дороги, я ещё раз говорю. Будем так говорить, железные дороги, холмы, горы. Иметь необходимый набор и медикаментов, и продуктов, питьевой воды. Ну и, естественно, спички или зажигалку. Специалисты говорят, в лесу теряются в основном люди пожилого возраста, которые уверены, что имеют большой опыт в тайге и ориентируются хорошо. А вообще это может случиться с каждым. Последний пример. Жительница Большоулуйского района, которая блуждала по лесу целых шесть дней. На её поиски тогда вышли и местные жители, бойцы Росгвардии, которые искали её с помощью беспилотника с тепловизором. Если всё-таки вы имеете возможность сообщить о своём местенахождении, следуйте строго инструкции, которые вам говорят те люди, которые выдвинулись к вам на поиск. Если у вас нету с собой сотовой связи, выходя из дома, обязательно напишите записку или координаты, откуда вас, в случае чего, можно искать. Уходя в лес на час, собирайтесь так, как будто вы собираетесь там провести сутки. Сейчас спасатели продолжают поиски трёх человек. О них известно, что в разных районах края не отправились в лес. И с тех пор их никто не видел. Если же вдруг кто-то из ваших знакомых или родственников не вернулся домой и отправился собирать грибы или другие дары леса, нужно завить об этом в любое ближайшее отделение полиции. Диана Хатяшвили, Андрей Крупнов, Енисей, Новости. Диана Хатяшвили, Андрей Крупнов, Енисей, Новости.